Я же тоже где-то с пикапом вообще вот со всем движением там познакомился в 2010 году или там в девятом а приехал только в пятнадцатом потому что ну как-то я ну 6 лет да то есть я сначала там много лет его отвергал отрицал потому что мне казалось это стремным и я как бы не мог себя там в этом искать потому что я априори себе определил что как бы это но это стремная тема ходить к тёлкам потому что я до конца верил в то что я сам каким-то образом там смогу потому что как поэтому стрёмно да что типа кто-то меня будет учить нет нет я тебе объясняю что я как бы думал что я сам все могу сделать там плюс-минус там сколько нас там 7 миллиардов живет и все же там часть многие там живут же семьями ты посмотришь там вокруг на соседей на друзей в принципе они же там как-то познакомились и никто в пикапе-то как бы ну из твоих знакомых не участвовал да ты виду а ты-то себя же еще считаешь лучше чем твои все знакомые то уж они-то в семьях живут а ты-то как бы не всем не в семье там или не в отношениях и у тебя там женщинами но не все хорошо как-то из мне вот от этого было стрёмно идти в пикап теоретически конечно там каждый может и сам справиться не надо там никуда ездить не проходить никакие тренинги но опять же если как он как в моем случае это там в 2010 году я понял что как бы есть курсы данных которых можно обучиться слышал да то есть но через пять лет только к этому пришел потому что сам все пытался сделать вопрос том что результат это как бы нету я все время говорю что вы сами можете пытаться сделать что-то но там познакомиться там еще не знаю одеть там получше одежду там купить там машину там покруче что-то еще сделать там если в принципе как бы есть результат так что как бы ну тогда и никаких вопросов вам нету но если как у меня там ситуация что я там в десятом году узнал что такое пикап но плюс-минус там начал его презирать и опять же глядя на своих друзей соседей что как-то они каким-то образом ну делали это без пикапа я тоже думаю что я принципе сам смогу но как бы шли годы но ничего не происходит как бы результатов нету как бы себе не врите ходишь в зеркало там и сам себе говоришь сколько было женщин у тебя вот все твои ну вот разговаривай сам собой давай сам себе ответы сколько было женщин у тебя доволен ли ты тем что у тебя происходит так вот если ты доволен как бы это одно ну можешь тогда дальше продолжать жить как ты живешь если ты недоволен тогда как бы есть смысл задуматься может быть еще там год посидеть может еще два там у меня пока не накипело я потом уже начал понимать что мне нужно все-таки туда идти потом я год еще я там смотрел видео володе и понял что уже ну точно нужно И тогда как бы я поехал, я там пять лет сидел, вымораживался, просто я понимал, что, блядь, если бы я это сделал в 2010 году, ну, как бы все было бы намного, наверное, интереснее, и я уже когда в 33 года, я уже сразу буквально там полгода я потусил и потом пошел в семью. Если бы я это сделал бы там в 28 лет, как, допустим, сейчас Санек, который пришел в трейн, ну, я думаю, что у меня было, наверное, повеселее, а я ходил и в ночных клубах просто стоял вот с такой мордой там в новой рубашке, каждый раз менял рубашки, чтобы меня там кто-то там заметили, благо мне одна телка сказала на Кипре, чувак говорит, что, блядь, ну, так, ты нахера ты, ну, это она вообще реально мне глаза открыла, вот в 2014 году мы ездили на Кипр, и я там нарядился, она питерская вообще, не отмороженные телки, как бы она говорит, мы все сюда приехали за одним, ну, как бы, ну, понятно, зачем приехали, все ходят, тусят, бухают, расслабляются, ты пришел и встал вот там такой, нахуя, говорит, ты что, иди отдыхай, потому что мы все сюда, все понятно, зачем приехали в Айнапу, ну, как бы, а ты стоишь что-то тут, ну, как памятник, ну, короче, памятник, памятник можно обоссать, как бы, ну, это я уже сам от себя добавил, что, ну, как бы, я так стоял на тусовках, приходил, только рубашки менял, там, что-то бицепсы подкачивал, а предплечья нет там, как мне написали, блядь, вот, И результат это в конце концов не было, я, благо, что я протрезвел в какой-то момент и понимаю, что я здесь заходил, там, тут заходил через покупки, там, каких-то там вещей, там, ну, автомобилей, там, все-все-все, я пробовал все, я все попробовал, у меня не зашло, поэтому я уже в конце концов выбрал то, что нужно мне. Да, как бы, если вы верите в то, что у вас кроме пикапа там что-то еще сработает, или я там еще год посмотрю там видео, как у меня чувак один позвонил, 28 лет, я говорит, я девственник, ну, там, я ему объяснил, что там нужно будет, там, некоторое задание делать, там, на тренинге, он говорит, о, я пас, блядь, у меня просто, я просто, слово, я 28 лет девственник, и он сразу говорит, я пас, какой ты пас, может быть, тебе наоборот надо, вот, выпрыгивать из окна и бежать, и орать на всю, на всю, блядь, страну, помогите мне, спасите, давайте, давайте мне любые задания, я тебе поэтому спрашиваю, на что ты готов, давайте мне любые задания, для того, чтобы, ну, либо, значит, если ты там сейчас тоже, вот, будешь говорить, что это еще какая-то хрень, значит, у тебя либо еще не наболело, посиди еще год-два, посмотри видосы там, посмотри какие-то фильмы, посмотри на своих друзей, как они жарят баб, может тогда что-то допрет, просто, опять же, я говорю, ну, как бы, если вы довольны своими результатами, оставайтесь там, сидите дома и делайте свои вещи, и, то есть, если вы недовольны, то есть смысл о чем-то задуматься допустим как говорю на этих на консультациях когда чуваки там смотрят читает книги там смотрят видео что-то еще вот я говорю вот там есть у меня допустим там любимый там актер там леонардо дикаприо да там я десять лет с ним как бы смотрю фильмы я не не могу сыграть так как он потому что как минимум человек должен закончить либо какую-то актерскую школу или понять как там как играть определенное настроение то есть нужно нужно образование нужно образование что ты понимал как работать я тебя поэтому спросил когда ты подходишь к тёлкам у тебя есть какой-то план в голове по которым сейчас будешь действовать ты говоришь нет поэтому как бы все сыплется здесь в тренинге мы даем план когда ты подходишь тебя могут там слить нахер а могут как бы дать добро там ну дальше на развитие отношений иногда вас тоже кстати когда тёлка соглашается с тобой общаться ты подходишь перед классно выглядишь она останавливается и говорит привет спасибо и стоит и дальше тебя ждет а вы блять вы да вы смотрите короче и боитесь что ни хрена себе все произошло и дальше не знаете что делать и кстати такое тоже бывает на самом деле что ты сам не ожидал что тебя взяла и и красивая тёлка который ты боялся подошел сказал ты классно выглядишь и по привычке думал что на тебе откажет она взяла остановилась и стоит на тебя смотрит и ты не знаешь что делать потому что нет плана в голове правила игры как бы ты не знаешь и не знаешь как действовать поэтому иногда когда тебя там отшивает и должен знать как обрабатывать правильное возражение да там иногда когда там тебе дают зеленый свет надо тоже правильно туда заходить и правильно там действовать вот в этой ситуации потому что тёлки любят когда все красиво когда красиво развиваться история допустим да то есть ты подошел такой весь налегке там привет ты классно выглядишь она остановилась все и раз и дальше разговор не пошел и ты ну чё там блять ну короче вот это нужно тренировать это нужно ну как сказать учиться этому этим нужно заниматься сначала нужно определить вообще вот я всегда говорю что мужчину определяет результат ты делай что хочешь там двигайся любыми путями любыми целями там открывайся двери но ты в конце то смотри как бы куда ты вообще приходишь есть какой-то результат от тех действий которые ты вот как я пять лет там пытался что-то делать ну как бы с одной стороны тоже неплохо деньги зарабатывались и рубашки надо было что-то покупать чтобы стоять в проходе на в ночном клубе короче там светится 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 блять уже волосы выпали ты все стоишь блять там светишься и надо понимать что как бы менять рубашки там менять машины как бы если ты счастлив реально ну как бы вот если в твою тачку садятся эти тёлки если на твою рубаху там клюют эти тёлки как бы это хорошо если как бы результата нет как бы это видимо не очень хорошо я надеюсь что вы тоже после этой истории сейчас ломанетесь просто все на тренинг уже ссылка под этим видео мы вас ждем с 7 по 10 ноября уже собственно через достаточно большое время но это говорит только о том что вам нужно заранее забронировать себе места потому что они кончаются и самое главное что в этом наборе у нас будет производиться тренинг тренеров я правильно понимаю в этом еще более информативно расскажем у нас есть сейчас потребность новой крови нового резерва новой гвардии как угодно это можно назвать мы хотим начать отбор каких-то потенциальных тренеров я вам скажу честно что после этого тренинга вот так сразу вы не становитесь тренером но в нем мы будем смотреть на вас с точки зрения того приглашать вас к себе первый шаг кстати да можно кстати можно после этого абсолютно бесплатно стать саппортом в тренинге то есть это быть помощником учиться на тренера кстати вы очень часто допустим когда чуваки приезжают к нам в тренинге потом уезжает обратно в свои города и там им нужна как бы помощь мы выезжать туда по каким-то причинам не можем вы тоже возвращаться в москву там не можете но если вы вдруг захотите в своем городе быть допустим там представителем да как бы от нашего тренинга то в принципе этот вариант тоже будет рассматриваться если там в питере живешь там или в каком-то там городе то есть смысл допустим если мы работаем в москве то мы можем к тебе лично отправлять туда людей также наши дальнейшая перспектива мы хотим открыть институт наставничество ну институт это как образное слово то есть чтобы у нас в каждом крупном городе россии средний круг из представляем все таки с ним в коронах у нас таки маня ребят но при этом история следующее что вы должны прийти на тренинг тренера это обычный тренинг для вас вы там должны показать класс какой-то уровень если вы его показываете говорите что я заинтересован вы становитесь саппортом это у вас появляется возможность приезжать на следующий тренинг и помогать уже начинающим ребятам плюс для вас это очень большой опыт потому что видя то же самое что с вами было месяц назад эти косяки вы еще раз их проживаете проходите вы еще раз это все от себя отсекаете не нужно вы сами там растете вы помогаете расти другим и в дальнейшем уже смотрим на перспективу того как стать тренинг это из серии для тех чтобы вы сразу не звонили которые иногда в такой момент звонят вы знаете я проходил 3 тут должен быть какой-то пик ну какого-то проекта можно я вас тут поживу ребят все ссылки под этим видео с 7 по 10 ноября центр москвы вы порядка 20-25 человек таких же как вы разного возраста ну и собственно тренерский состав это денис это юра это я и еще у нас куча саппортов помощников будем вместе с вами менять вашу жизнь как-то внедрять в нее женщину наконец-то уже пора наверное снимать свою рубашку все вырубаем а а